Вятские старости Газета «Вятская речь» столетней давности Извещала читателей о срыве очередного развлекательного мероприятия Безуважительной на то причины В общественном собрании в пятницу Намечался литературно-музыкально-вокальный вечер С участием местных любительских сил Каково же было удивление явившихся гостей-членов Когда они по приходе узнали Что никакого вечера не будет Так как не явились не только приглашенные для вечера исполнители Но прежде всего сам устроитель сего мероприятия Председатель совета старшин Прозоров Поразительно спокойное отношение У господина Прозорова к публике И к общественному собранию Работа сотрудников почты И сто лет назад вызывала улыбки У жителей губернии Подробности в газете «Вятская речь» Придирки почтового начальства Иногда доходят прямо до смешного В Вятской почтово-телеграфной конторе Находится переписка Возбужденная экспертом московской конторы О том, что на телеграфном переводе Из Вятки в Москву Две марки в 25 и 15 копеек Якобы оказались покрыты клеем С перевода снята копия И разослана по инстанциям Виновного чиновника просят дать объяснение А виновник прямо поставлен в тупик И не знает, не видя самих марок Какие он должен дать объяснение Вятские жители всегда тепло принимали Столичных артистов Но весной 1913 года Публики на концерт собралось немного Вот что по этому поводу Писала газета «Северное слово» В пятницу в городском театре Состоялся концерт известного тенора Южина При участии оперной артистки Павленко Дубянской И пианиста Евстахиева Благодаря высоким ценам Публики собралось не особенно много Концертанты имели успех Пвятские старости Новости из прошлых столетий